Дома культуры в поселке Красное и Селеома в следующем году будут капитально отремонтированы в рамках национального проекта культуры за счет средств федерального бюджета. Александра Литкова расскажет подробнее. Более 30 лет дом культуры поселка Красное располагается в кирпичном двухэтажном здании. Вопрос капитального ремонта учреждения в последние годы поднимался не раз. В рамках национального проекта культура, в котором Ненецкий округ принимает участие, провести ремонтные работы планируется следующим летом. У нас здесь многое поменяется. Во-первых, и канализация будет, и систему отопления мы будем добавлять батареи, будем вентиляцию делать. То есть инженерные сети поменяются, отопление, канализация, зал. Зал будет тоже реструктироваться немножечко. Мы хотим приподнять сидение, потому что у нас там, когда зрители сидят сзади, не видно. Капитального ремонта требует и дом культуры одного из крупнейших сел округа – Омы. Здесь функционирует 28 различных кружков и объединений. Это была задача поставлена на Совете Федерации, когда мы были в начале этого года. Нас здесь поддержали сенаторы, и наш сенатор Галушина Римфедоровна с этим вопросом очень помогала, и мы выиграли конкурс. Мы смогли выиграть более 13 миллионов рублей на ремонт двух ДК на территории округа. Это тоже со финансированием региональным. Кроме того, в посёлке Красное будет оборудована модельная библиотека. Библиотека нового поколения станет современным интеллектуальным и образовательным центром, оснащённым современным компьютерным оборудованием и использующим в работе новейшие информационные технологии. Средства из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей на её оснащение уже получены. У нас уже готова проектная документация по ремонту здания, где будет расположена модельная библиотека. И мы сейчас смотрим источники финансирования для того, чтобы провести капитальный ремонт учреждения и реализовать федеральные средства на закупку необходимого оборудования для модельной библиотеки в посёлке Красное. Создание модельной библиотеки призвано также повысить и качество обслуживания населения. Поэтому сотрудники библиотек региона, в том числе и представители департамента, уже прошли профессиональную переподготовку и повысили квалификацию по соответствующей образовательной программе.